Макс, у тебя есть? Заблокируй, пожалуйста. Нет, а что? Платок. Какие-то платья у нее русские народные. Она похожа на славянку. А, просто людинки кто по-твоему? Не славянка? Это немного грубо как-то. Я не знаю, как правильно подобрать слово, ты же поняла. Уже с вами все любила. Вот. И слушай, и ты можешь нам даже помочь это. Вот смотри, мы собираемся натереть курочку чесночком, уже сделал картошечкой. А что можно ищет туда из тех продуктов, которые у нас есть? Как можно дополнить эту курочку, как думаешь? У нас есть чеснок. У нас есть морковь. С чесноком мы разобрались, братушечка. Это сметанка. У нас есть морковь. У нас есть морковь. А что с морковью-то можно сделать? Можно ее съесть. Можно ее почистить ножом. В соус. Елена, а можно добавить морковь как-то в куриту? В этот соус с этим? Надо ли? Не курица. У нас целая индюшка получается. А вот эту курточку надо порезать пополам. Она и так будет готова. Нет, она так лучше будет готова. Если наполам, тогда позже будем ее закидывать. Не сейчас. Почему? Потому что она пропитется за два часа. Просто смотри, если бы она была пополам, мы потом полили соусом на нее. С сметаной, да? Да. Разрешу так. Господи, почему? Я бы не в курсе, если честно. Нам бы тарелочки. А, сегодня мы можем есть салфеток. Да. Что, что? А, салфеток. У нас много салфеток. Мы можем есть салфеток. Антон? А может, картошечку еще прям наруби мельче? Нет? Да, зачем? Да. Разготовиться. Ну, просто, а как сметану будете заливать потом? На нее наполовину. Ну, в смысле? Ложечкой положим. Отдельно, да, будем? Угу. Так бы она запеклась была вкусной. Кусочком у нас салфетка была. Ну, да. Вот вчера деньок-то у нас был. Да. Капец вообще. Да, полютовали мы знатно. Какая-то жесть. Ой, все кричали, орали. Я орал, кричал, как дурак. Да. Ха! Да. Из Ольдыкац, видите, какая у нее реакция? Она сразу нас начинает пугать. То есть она цепляется за то, за наши слабые места. Понимаете? Из-за этого, ребят, я вам говорю, что нужно нам сейчас держаться вместе друг с другом. Угу. Чтобы она с нами не смогла справиться. Применеть. Угу. И потом еще на картошечку. Я бы прям так и сделал. Чесночок? Ой, Кать, смотри, тебя показывают. О! Опять трансляция идет. Будь здоров, Макс. Значит, сейчас опять нас смотрят. Смотрят. Кать, давай доготовим курицу? Да, мы готовим. Я жду чесночок. Сейчас мы должны помельчить. Ага. Вася, Вася, пожалуйста, можно перенести это? Ну, там же рядом. Блин, я только не расчесанная. Спасибо тем, кто к нам прислал шампунь. Вася, Вася. Мы помыли все головы. Ты прям по одному чесноку кладешь. Да, нечем расчесать. Поправим, Надя. А то вообще там показали. Да, ну тебе надо расческу. А что, Вася, если этот возьмешь, промой, пожалуйста, еще раз ее. Ой, что Кать как написала? Пожалуйста. Она написала свое имя. Она написала Еее. Ебой. Она написала Ебой. Если бы я была такая ленивая, как вы. Еще мне дашь чеснока? Подожди, ты видишь? Если бы я такая была ленивая, как вы. То что? Изольда Кац. Изольда Кац, а что мы можем? Верните наши вещи. Или ваша родственница. Непонятно. Если бы я такая была ленивая, как вы, или ваша родственница. Да. Благодать. То что было бы? Изольда Кац была бы с нами здесь. И тогда, Изольда Кац, мы бы посмотрели. Мы бы посмотрели на вас, Изольда, если вы жили бы в таких условиях. А вдруг Изольда красивая девушка? Мне кажется, что она не очень. 25 лет. А вдруг? Мне кажется, знаете, она похожа на обуяку с таким носом большим. Который над златом чахнет. Хорошее сравнение. Над златом чахнет. Давайте сейчас мы не будем обсуждать, как она выглядит. Но она получается, как Кощей Бессмертный, если честно, пока что. Просто вдруг она реально так выглядит. Когда тебе делать нечего, тебя несет Ксю, я заметил. А тебе действительно делать нечего. О, в основном. Нормально. Что это? О, Мак зарядку проводит. Зарядку, да. Давай, остановись. Так. Мы готовим. Зарядку надо. Да мы готовим. Сейчас, подождите, дамажим чуть-чуть. Это задание Максу? Да. Как там написано? Провести? Провести зарядку. Ну там же не написано всех. Макс проводит зарядку. Давай. Давай. Ты зарядку делаешь. Давай, Макс. Участник Макс. Макс участник. Давай, Макс. Я тебе музыку наиграю. На что ты делал со мной? Я тебе музыку наиграю. А вот у нас любительница спорта. Пусть встает. Кстати, да. Не сказано, что я. Я вчера помогла, Вась, Василь. Я тебе благодарен. Ты спортсменка или нет? Все. А вчера зачем ты сказала, Вась? Ну я бы хотела ему помочь, потому что... Сразу, да, заднюю сдает? Как тема касается помочь, да, нашей всей команде? Так вот, вчера мне сказали, что я... Так вот, вчера... Ладно, ты просто там сидишь, удобно. Тебе не хочется пока делать зарядку. Руки на ширине плечи, начинаем делать заседание. Сразу, да? Сразу, да? Да, 15 раз. Дальше, да? Поднимаем руки. Так. Вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, 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 четырнадцать, пятнадцать. Делаем так, наклон. Подожди, Максон, сейчас. Поехали, наклоны. Наклоны. Давай. Ну, если ты можешь... Ну, вообще, Чеченочка больше нет. Раз, два, три, четырнадцать. Надя, я тоже есть. Если меня за это наругают, как... А, ну ты не наругаешься. Ну, ты не наругаешь, нормально себе. Ну, конечно, у меня все кричат. А я буду как в Советском Союзе, когда там... Начинаем утреннюю зарядку. Так. И так, а теперь... Бег на месте. Бег на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вася, Васич, тебя отвлекаешь. Смотрите, лучше с нами давай. И закончили упражнение. Теперь бег на месте с левой ноги. Начали. Я же команду. Обрасти. Дом проводит зарядку. Так, дальше. Вася, чуть место есть. Я за вами следить буду. Поехали. Давай. Пошли вот так. Как? 360 градусов, да? Так, ага. Итак, начали упражнение. Раз, два, три. Четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Ой, круш-то голова. Так. Кто теперь? Макс. А, вот, выпады. Выпады. Готовы? Итак, начали упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два. Участвуют все 10 минут, как в детстве. Вставай, Вась, Васич. 10 минут. Идет спец. Давай, Вась, Васич. Вот здесь местечко есть. Катю ждет. Вставай. Я ждал, ты вот прям ждал. Я ждал очень. Алине. Я ждал. Вот когда ты был, над тобой не издевались, мы тебе помогали. Я не издевался, я вам помогал. А, да. Наконец-то. Давай, поехали. Выпады, да, у нас? Ладно, пусть Катя готовит, а мы делаем выпады. Нет, там, видишь, что на письме. Можно я привожу немножечко, минуточку, ваше внимание, зарядочку. Я хочу показать изольте Кат, что мы здесь с голоду не умираем. Хочу поблагодарить всех, кто присылает нам еду, потому что без вашей помощи, конечно же, бы мы не справились. И вот сегодня у нас три в одном. И завтрак, и обед, и ужин мы готовим сразу. У нас сегодня картошечка с курочкой, со сметаной и с чесноком. Даже есть соль, но без черного перца. Но мы этому очень-очень рады. Да, ребят? Да. Да. Спасибо вам. Спасибо. Продолжим. Ну, потом пошут. Продолжим. Давайте. Итак, выпады. Сейчас, Катерина, это, надо позвать, участвуют все. Катериночка, да. Лия, спускаемся. Походу пойдем. Да, у нее ножки мерзнут. Она может на диване делать. Участвуют все. Лия, Лия. 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 У меня есть ножки, кстати. О, отлично. Отдай Лии одни. А почему ты молчал? Ну, с одеялом. Пошли с одеялом. Понятно, у всех ледяные. Быстренько сделаем. Сейчас на пару часов кровь разыграется. Тебе легче будет. Ты придешь, ляжешь сюда. Пошли. Капец. У меня ноги ледяные. Понятно. Быстренько встала, пробежала. Хочешь, одни мои туфли. Где твои? Не хочу я ничего делать. У меня ноги... Вот сейчас, наоборот, тебе это... Когда ты мерзнешь, наоборот, чтобы кровь изыгралась. Пошли. Сейчас кровь разгонится, и все будет лучше. А потом придешь сюда, ляжешь. Пойдем, пойдем. Задание для всех. Мы должны это делать. Надо держаться всем вместе. Я не буду делать, пока мне носки не дадут. Ничего не буду делать. Мне холодно. Так, давайте зарядку проводим дальше. Выпады, короче. Выпады, да. Давай, Илья не может спуститься. Я ей дам. Илья не может спуститься, у меня болит живот. Хорошо, ладно, давайте мы делаем. Я согласна с ней. Макс, давай зарядку, какое задание? Как вперед? Показывай нам. Проводи зарядку. Давай, выпады, короче. Так вот. Раз. Раз. Нет, до конца делай. Как ты должна? Да, да, да. Нет, делай как можешь, потому что у нас нету спортивной формы. Пять. Шесть. Семь. Эх, вес бы нам в руки. Нам бы спортклуб. Когда закачиваем упражнения? Чего ты тупишь? Пятнадцать? Да. Спасибо, Васич. Мы пятнадцать раз делаем. Я готова по десять максимум. Два раза сделала. Четырнадцать. Пятнадцать. Что дальше сделаем, Макс? Так. Дальше можно вот это сделать. А этот давай. Давай. Так. Поворот. Ага, поворот. 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 Раз, два. Ты говори, три, четыре. Да, три, четыре. Вот я для вам помогал. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Согревай себя, кстати. Серьезно? Два. Три, четыре. Раз, два. Да, да, да. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Давай следую. сейчас будет упражнение называется безумная голова так но это я сам нормально поехали макс не объясняю поехали покажи показывать что надо делать делаешь да и в эту сторону нет давай это на этот мое упражнение 10 раз это похоже на бревенчатый язык мы на бревенчатом разговариваем бревенчатый да да давай еще раз еще так а вот давай руки поднимать да давай вот так а вот так давайте да вот так круто делать короче вот через этот нация мельница надеюсь свои бы какие-то новые свои придумают вот прикольный что теперь теперь я в детстве делал зарядка больше я не делал никогда это голубей поехали это мое да голуби так вот так короче да да зарядка да так вот все так ходим к хорошо да пока это надо делать это на движение ноги-ноги-ноги-ноги-ноги вот и ходим все неважно он знает что говорит оп 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 давайте давайте делайте это надо делать пожалуйста чтобы у всех стандартное упражнение делать у меня ноги затекли стандартные какие-то стандартные так скучно можно ногу поднимать давай давай нет еще почему ты сидишь ногу поднимать голубь гопник у вас нет упражнения бревно вася вася знает упражнения на растяжение трицепсов есть вот покажем упражнение на растяжение трицепсов вот и ну вот 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 так вот какая жопа ты только что сама на жопе сидела на на кофту который мне бывшая подарила ну я же правильно сделать да кстати давай вернем обратно садись на жопе сидела голуби мне еще про мою что-то идти лежит до готы о трицепс чё сейчас все делаем давай ну давай пресс так давай давай я ложусь поехали макс поехали давай макс быстрее пол холодный максим макс давай могу раз 200 сделать но делать есть ладно жучу все я уже устал и мы тоже мы хотели что вы все зарядка закончена спасибо надо было сказать зрителям чтобы они к нам тоже присоединялись делами скажи быстрее катя а уже мы закончили на будущее следующий раз уважаемые зрители если следующий раз на будущее катерина подойдет и скажет что нибудь на будущее до обязательно постарайтесь быть с нами вместе а лучше предложение свои упражнения присылайте голосуйте упражнения своих упражнений присылайте на наш сайт и мы будем голосовать вы будете голосовать какие упражнения нам делать и максу проводить правильно девочка правильно вас ну наверное изольда не говорила ничего по этому поводу что там у нас всего в порядке уже все греется готова уже честно это будет готово через два часа это много или мало пять минут предлагаю зарубиться в картехе да давай раунд действительно это же связано с низом живота у нас все тут дует как это вообще продувает я весь закутанный в эту хрень свою и мне реально такой дубах я пошел на мои замерзшие ноги слонов ой шутка 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 про слонов то я сел на одного из них а я на одного из них сел нет конечно как попой все пара пара ну ладно главное ты жива все хорошо все нормалды мы ложимся с мокрой головой потом это же совсем ку-ку ну это да это даже я не знаю каким нужно быть с этим как его сервером да а что ты делаешь я хочу помыть вот эту а зачем туда положиться у нас есть одна ложка и один нож а кстати наша вечеринка как мы что решили мы сегодня как бы попробуем хотя бы собрать ее в воедино ну но мне кажется что вечеринка может быть у нас греческая мы будем все в простынях да да ну чтоб тепло было конечно конечно или в одеялках или в одеялках да сметанка не пропадет здесь на солнце и и нам очень нужны тарелочки тарелочки и стаканчик хотя бы одноразовую посуду да хотя бы одноразовую конечно хотелось бы нет но что как она там порядке порядке да а где карты красные мы не знаем у меня на кровати сходились что сделаешь мне может максон сходить ну конечно пожалуйста я уже мне просто лень давайте за столом играть опа вам оплатили или что тихо 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 а нет вам не хватает хвата нет вам не хватает 12 тир как еще ничего не хватает так хватает друзья друзья по-братски благодарю вас реально за такие дела ну классно еще чуть-чуть 12 тир и мы просто посмотрим бой и мы просто посмотрим это шикарно потом будем комментировать и общаться кто что думает поэтому мы лично будем потом как бы говорить кто как что потому что мне интересно он мне рассказал про этот бой и рассказал про это юси про хабиба мы потом будем говорить кто круче кто хуже в чем минусы и плюсы в чем а где ошибки чьих-нибудь если мы посмотрим бой короче полностью анализ капиталь не посмотрим как наше мнение там сходится давайте чуть-чуть осталось 12 тир это же немного не знаю тир тир это голоса людей типа тирекс подождите а вы будете смотреть а мы что будем тоже смотреть с нами а потом будем все комментировать это не драки это вид искусство спортивный это не драки драки это когда по поэтому по беспределю избивают на улице а это это искусство даже устроить вечеринку у дивана с попкорном да если попкорн будет ты представляешь люди выходят на ринг друг с другом и постоянно меряются вот эти вот тактикой стратегии кто когда куда попадет это знаешь сколько нужно получать ногами тоже можно бить ногами может там можно все кроме локтей кроме пахов пах нельзя бить и локти нельзя бить вот там как ринг получается ринг круглый октагон какой круглый ринг они получают как в клетке да как в клетке как в древнем риме вот видите написано что такое все организует вечеринку для катя да нам надо 3 500 у нас пока 239 239 тиров или чё это я не знаю что надо 500 надо 3 500 ну что я организую того что есть ну потому что как быть подручных средств нет я так понимаю надо как бы попросить чтобы вы попросили девчата своим обаянием как бы зачем наш оговорить надо просто это сделать просто попросить надо матами чего он сидят и как бы бла-бла-блак я пытаюсь дать понять что вот можешь как ты чтобы ну да правильно да вот в общем да мы конечно можем организовать и в день рождения катя чтобы бой посмотреть одновременно конечно потому что у нас все 12 осталось да у нас осталось так проще пускай нальет себе кофе ксю а как я это сделаю я посмотрю на это с удовольствием ну да нет кофе у тебя нет кофе а у нас кофе то нету чай есть чай можно сделать какая уважаемый кто это прислал у нас нет к сожалению кофе если вы пришлете мне кофе я с удовольствием его себе налью а еще лучше если вы пришлете турку турку и заварной кофе мы его сварим а братан я буду так не советовал тебе постоянно перед камерой это вдруг ты не рассчитаешь я точно расстаешь занимался видишь я точно не попаду я чуть-чуть занимался ну как чуть-чуть года чипать мы люблю то нормально все будет не переживай окей слушай всюду у тебя-то все оплачено значит у тебя соток я тебя кофе есть скажи честно у меня нет кофе хорошо если оплаченные с удовольствием себе вы налью только аж где я возьму у нас нет кофе да у нас нет кофе так у нас есть не а может быть а может быть попробуй налить кофе у нас есть чай а ты налей его как кофе ну что ты за бред говоришь человек конкретно сказал чтобы налила себе кофе ну ну кофе же у нас нет чай и что не думаю если бы она пришла и дала бы кофе нужно просто решить эту проблему мы же вчера просили кофе мы вчера просили кофе на кофе нам не пришло я пойдем посмотрю а вдруг милана действительно да что то может быть это просто смело на взяла и спрятала не знаю как и может быть в реальной быть она пьет что-то она что же возможно может быть у нее есть кофе нужно просто попросить у милана кофе тебе и ты себе нальешь кофе значит если такой логически если пришло такое задание значит кофе в доме есть если у нас его нет, значит, оно есть у Миланы. Мне кажется, просто человек не знал, что у нас нету кофе. Да? Мне кажется, что да, и просто написал, что... Ну, опять же, человек этот не знал. Давайте ему расскажем, что у нас нет ничего. Рассказывай. Уважаемый человек, который прислал мне задание, у нас нет ничего в доме, чайника нет, и кофе нет. И если вы будете так любезны и пришлете нам и чайник, и кофе, я с удовольствием себе его налью. И, конечно, бы еще турку. Турку, и мы бы его... Да, вареный кофе я тоже. Турка это то, в чем варят кофе. А еще по поводу Кати на вечеринке. Мы очень сильно хотим ее отметить. И если вы нам поможете, будет здорово. Нам нужны, например, посуда, да? Посуда. Элементарные хотя бы вещи. Приборы. В жизни я никогда ничего не просила. Я не привыкла просить, привыкла делать все сама. У незнакомых людей. Да, у незнакомых людей. Но сейчас такая ситуация, что я просто вынуждена это делать. Мне даже это очень, как бы, неприемлемо для меня, стыдно и вообще не подобает мне. Слушайте. Но мне некуда деваться. Ребят, пожалуйста, кто чем может? Я, знаете, что тут подумал? Смотрите. А вот если, допустим, вот чисто теоретически, если это задание оплачено, допустим, налить кофе, да, Ксю? Так. Возможно, вот чисто теоретически возможно. Может быть, вчера это кофе не доехало до нас или не дошло так же, как и твой нектарин, как бы, там, помнишь мы это? И может быть, сегодня каким-нибудь образом, допустим, чисто теоретически, придет это кофе, и это же задание можно натянуть на весь день. Да, мы сделаем это задание. И ты ведь вечерком, как бы, возьмешь и нальешь себе кофе. При появлении кофе мы обязательно зачустием это задание. Все правильно. Ну, только сегодня, чтобы... Да, еще у меня такой момент есть. Может быть, есть кофе у Миланы, и просто ее попросить. Она же что-то пьет, в любом случае. Ну, или так. Сказать, у нас есть задание, она же нам помогает. Сказать, у нас ради задания. Поехали, играем. Давайте за столом поиграем. Давайте. За столом поиграем. Ради задания же можно... Ну, заново, да. Она должна помочь дать кофе ради задания. Просто не факт, что она пьет кофе. Мне кажется, она такая загадочная личность. Ну, нет, мы сегодня с ней говорили. Она, в принципе, типа, я современная, только... Вот, ну, дай салфеточку, пожалуйста. Держи. Как тарелочка. Ну, как тарелочка не получится. Вдвойне связать. Связать вдвойне. Протрись все. А что она делает? Какую тарелочку. Юр, чистоплотный, Юр, да? Да это вообще жесть. Я заметила, молодец. Чеснок, помой, то-то это, сделай, пятое, десятое. Слушай, ну, так вот, повлияй как-то на нашего другана. А что с другом-то нормально все? Да? А, ну, что там переживаем. Слушай, ты для белье возьми. Что? Что? Вот, можно для нашей греческой вечеринки сделать вот такую тарелочку. А что, будет тарелка на нашу? Что ты делаешь? Сдаю. Он запутался. Ну, а прикинь, курица же жирная, с маслом. Ну да. Вот, и будет вот здесь. Ну, как раз она на тарелочку впитает жир. Ну, так, а все по столу же этот жир пропитается прямо на стол. И масло это все жирное. Я хотела еще какие-то варианты. Итак, у кого что? У меня восемь. У меня шесть. Так. Дамы и господа, у Макса шесть, и он ходит. Куда? Ты на меня ходишь. А как мы подкидываем? Он уже привык. А как мы подкидываем? Крайний. Крайний. Что-то из вас нечестен перед другими и зарабатывает для себя читерством дополнительные тиры, которые используют для своей наличной нужды. Это вопиющее поведение. Мы готовы простить, если нарушитель сознается перед всеми. В противном случае наследство не получит никто. Так, стоп. Тиры? Это чего? Что такое тиры? Это наша валюта. Да ты откуда знаешь? Супамер, ну все очевидно, это Макс. Да. Почему? Ну, если он знаешь, что такое тиры, он не тратит. Нет, тиры-то это что? Да он же компьютерами все время там играет. Он может, знает или что? Не, ну, во-первых, если даже я. Где у меня ноут там, допустим, да? Как я могу знать чит этот, допустим, чтобы все деньги, да, там, накрутить? С чего ты делал? Это невозможно. Потому что он сам первый сказал, это наша валюта тир. И кто еще, вот сейчас кто понимает, как это все делать? Ну это я знаю, скажи, скажи, скажи ей, что ты хотел сказать? Я, да, но видя, я геймер, да? А во-вторых, я как могу это сделать? У меня нет ничего. Я же с вами тут нахожусь. А что такое читерство? Не знаю, как ты знаешь, что делать, ребята. То есть это накручивание себе. Ну точно в этом никто не соображает. Допустим, там, в игре, да, там, можно, допустим, чит сделать, там, на бессмертие, там, допустим, да, там, если играешь герой, там, прокачку, там, прокачать его можно. То есть обманным путем, понимаешь? Ну вот он так все хорошо понимает? Ну я, я тебе говорю, я не буду этого делать, даже зачем мне это делать? Макс, признайся сразу. Подожди, 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 мы пять дней тут сидим, ты видел, что он где-то что-то в кофте? Ну мне это зачем надо? Нет, подожди. Я прокачиваться буду. А он в туалет всегда как-то вот ходит. Ничего. А нау там что? Ну да, вдруг. А ты не ходишь в туалет? Ну как-то, вдруг ты ничего. Нет, он там закрывается частенько и долго сидит. Ну пусть сидит, он что-то делает там. А что он делает? А что я там делаю? По этому сходит, по какому-нибудь. Ну погоди, погоди, погоди. Вот он сказал сегодня, у меня, говорит, есть старые носки. Да. Ни у кого не было носков, а он, бас, сказал, что у него есть старые носки. Он сказал первый день, что он и в штанах двойный. Я знаю, и в штанах двойный. То есть, туда ему удобно, может быть, он в штанах и маленький бук принес. Мы же тоже не знаем, а прячут его в туалете. Покажи штаны. Макс, если это так, то он должен сознаться сейчас. Конечно, у него маленький бук там в штанах. Нет у него штанов. Ну-ка, встань, покажи, встань, раскрою карманы. Да как, вот смотри. Снимай штаны. Ага. Она хочет увидеть твой маленький бук. Нет, ну так все хорошо было. Мы только так сплотились, ребят. Ну так нельзя делать. Да нет, нет, не я. Это что? Покажи. А кто это? Другой какой-то. Да нет, ноутбук это. Нет, ну как я, что я его засуну, то куда? Телефон может какой-нибудь. Через телефон это можно сделать? Конечно. Нет, я думаю. Нет у меня телефона. А где телефон? А он же сам приехал. Вот я говорю, ты что, сам приехал без телефона, Макс? Я сам приехал. Такое невозможно без телефона приехать самому. А если ты, допустим, приехал, попрятал здесь по дому все свои штуки всякие, маленькие буквы, что-нибудь это, а потом пользуешься. Вот ты пошел в туалет, да? Раз, откуда ты достал там из какой-нибудь трещинки, бревна там, что-нибудь. И начал что-то делать. Потому что, ну ты реально, смотри, все факты против тебя. Читерского. Это, я понимаю. Что ты скажешь свое оправдание? Ну мне зачем это делать, если бы я даже это сделал? Ну что, мне это нафиг не надо. Это не аргумент. А откуда ты знаешь, что тиры это валюта? Вот и откуда, как ты это понял? Я не понимаю. Я понимаю, что это как-то барьер. Он в компьютерных делах. И только это может он провернуть, такие махинации. Он во всем этом разбирается. С другой стороны, он пришел сюда сам, чтобы, что ты делаешь тут, прокачиваешься. Прокачиваешься. Вот он и прокачивается за счет нас. Так он прокачивается, а нахрена им? Да ему тогда это все. Зачем мне вот эти говорят? Да можно? Что прокачивание, может быть, это он так завуалированно говорит, может быть, нас бабло он гребет тем, что он говорит. Я прокачиваюсь, а сам на самом деле бабло гребет. Макс, признавайся сейчас же. Да я тебе серьезно, я тебе по правде говорю, если бы меня даже замкнуло бы, зачем мне это делать? Ты сама посуди, я похож на этого, на какого-то, да? Чудик. Нет. На кого, на кого? Говори, говори, не останавливайся, ну. На Прагма... А то мы тебя сейчас завяжем и бросим куда-нибудь в яму, вон туда, вон под лестницу, ага. На Прагма ходит? Ты наши деньги воруешь, значит, да? Ты понимаешь, что это написано? В противном случае наследство не получит. Если за это мы не получим наследство, мы тебя просто по кусочкам разберем наверх, да, Вась Васич? А потом на мангал пустим и зажаримся. Чего это? Нет, ну это, по крайней мере, как-то нечестно. То есть... Я, ну, я не понимаю... Давай все, я тебе отдам даже 50% своих. Просто сделай это и все. Давай. Ты уже у меня есть час. Да? Нет у меня ничего, чего я... Не, я бы... Хочу, классная идея. Давайте просто взломаем все. Пускай взломает. Пускай взломает. Пускай взломает. Пускай, впускай. Давай. Ну, а крути нам там больше этого наследства, миллиарды. Мы просто... Мы просто... Хорошо, тогда Кац узнает об этом и еще будет еще хуже. Так если у нас будут бабки, нахрена нам? Ты понимаешь, нас смортерит и это... Конечно. Вот ты сейчас предлагаешь как бы сделать преступление и сразу сесть в тюрьму, понимаешь? Почему? Ну, потому что тебя слышат, по сути, его просто закроют, если он это сделает. Это написано перед... Зарабатывает для себя читерским дополнительным. Дополнительные темы. Зарабатывает. Он зарабатывает. Это его путь. Он разбирается в этом. Пусть он... Там не написано о преступлении ничего. Это написано. Кто-то из вас нечестен. Нечестен? Ну, это среди нас нечестен. Или перед законом ты... Перед всеми. Да ну вы что? Кто-то из вас нечестен перед другими. Перед нами. И зарабатывает для себя... То есть ты готов был как бы простить или что? Я готов, чтобы он просто взломал, и мы тут не торчали бы все это время. поехали бы на мальдиве купить чай хану кто тебе позволит это будет по закону нечестно то есть по закону это будет а по закону честно нас тут держать вот так у нас вырубили тебя там стволом меня пушкой нифига нечестно нет закон тут вообще не существует понимаешь конечно здесь какой-то самостой макс давай взламывай все это давай как угодно садись на диван ребят смотрите здесь что пишется если нарушитель не сознается перед всеми наследство не получит никто то есть кто это сейчас делает он должен сейчас взять и сознаться перед всеми да не надо сознаваться взламывай все валим бери бабки валим да че вы паритесь то нас сюда насильно запнули я не парюсь а может быть это ты я не парюсь пойду плиз схожу я вообще не парюсь если он может эти бабки как бы учительством сделать класс но он не будет сознаваться соответственно мы сейчас все лишим наследства то есть я не просто тут сижу знаешь лишилась всей своей жизни чтобы не получить никаких денег и просто сидеть и мертву нас насильно сюда загнали если макс сможет хакнуть все это пусть взламывает просто заберем все деньги мы сами из ольдикации отбашляем свои бабки и просто свалим отсюда ты понимаешь что это невозможно это же честно получится по отношению к нам вот мне не честно нет я рад конечно что у меня есть родственники и все дела я даже с ними могу поделиться но в конце то концов что нет то раз и есть какие то вот такие эти пути ты что какой то невозможно почему ну потому что если это было бы возможно мы уже давно это сделали а он даже вон с игрушкой какой то ходит ничего он не может сделать у нас такая история да 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 план хорошо если это не он то кто это еще может быть это я думаю это он это не он нет смотрите человек человек который изначально чтобы ээээ говорить я готова просить изольда кац если этот человек не сознается то в наследство не получит никто кто-то из нас здесь мошенник я считаю что это макс потому что только он разбирается в этом я даже и он первым сказал что тир это валюта мы даже не знали что такое тир а он правильно сказал он себя какую-то хрень говорит ну не знаю кто кто это еще может быть нам нужно определить срочно что человек сам сознался почему ты не с нами не в диалоге может это ты тогда пошли туда я не пойду туда какие у тебя от варианты кто кто это вообще не понимаю что произошло как может я тоже не пойду мне кажется если он сюда пришел значит он пришел с телефоном человек без телефона сейчас никуда не выходит на улицу не знаю может в туалете аферист а мы лишились всего и я не собираюсь и наследство дамы и господа надо разобраться в этом что вы думаете по этому поводу мне кажется что это вас васич потому что он сидел в тюрьме и что ну значит ты какой-то нарушитель законов васич это ты сделал каким образом тихо откуда я знаю у тебя есть влиятельные дружки которые тебя сюда отправили правильно и что может быть они тебе как помогают ты как-то с ними там связываешься мы без понятия мы тебе не знаем на самом деле ничего а ты не говоришь по какой статье ты сидел к примеру вот по какой статье ты сидел влиятельные дружки наставили на меня ствол и сказали беги сюда куда не знаю куда какая разница какая тебе разница как какая мы сейчас выясняем кто кто давайте рассуждать просто смотри вот сейчас а подозрение с палец макса очень так легко очень легко но по сути единственный кто это может сделать реально это максим потому что он знает эти все а сейчас вы решили на меня очень очень удобно очень удобно пользуешься этим аргументом вась васич за что ты сидел сейчас какая разница за что я сидел ну потому что разница за что я сидел просто мошенничество каким образом я могу это сделать здесь находясь с вами каким да скажи мы знаем какие могут сделала я тоже самое могу сказать мне ни разу ничего не прислали в эту печь ни разу ему ничего не прислали а больше всего присылают тебе может быть каким-то образом ты там как-то общаешься вчера ты поднимался в комнату и один там разговаривал а потом кучу всего пришло ты только что сидела и говорила что макс тоже закрывается в туалете один и тоже у него там что-то может быть смотри ты как если сейчас это ты потом перекинешься на него или на нее тебе очень удобно перекидываться чтобы от себя подозрить меня из партнеров как перчатки я я не хочу прав прав сейчас я с ним соглашусь абсолютно аааа теперь ты выстраиваешь коалицию против меня дело в том что меня лишили всей моей жизни и мне нужно и мне надо наследство понятно у тебя кроме этого Эдика жизни никакой не было ты сидела тут у меня никого нет кроме тебя я знаю тебя а ты сейчас пытаешься перекинуть на меня все нет докажи чтобы предъявлять докажи я не хочу чтобы как забрала деньги мне очень нужно не доказывать нужно сейчас этому человеку сознаться понимаете иначе сейчас мы просто прежде чем сознаться надо его найти я не понимаю почему не сознается как человек сам сознается который тайна от всех просто читерством или чем раскроется его все равно раскроет даже изольда касс там написано читерство я понятия вообще не имею что такое читерство реально я просил два дня назад магнитофон музыкальный центр вы все тут угорали ты мне сама про какой-то инстаграм рассказывала как я могу этим заниматься ты нормально хорошо тогда расскажи за что ты сидел какая тебе разница какая разница большая потому что на кону наследство я за убийство сидел вот таких как ты которые знаешь за убийство не сидят четыре года алё и их не выпускают за полгода раньше как это возможно так это возможно такое бывает бывает такое бывает бывает и гусь свинья вдувает знаешь чё потише я потише просто начинает кого-то гусь и свинья если гусь самец а свинья самка ну он как бы он ей ну ладно нет он не сексом они занимаются что за бред ну да ну это фраза такая крылатая нормальная фраза в общем сознайтесь кто бы вы ни был потому что я не собираюсь лишаться из-за вас своего наследства почему это не можешь быть ты давайте подожди у нее эдик там какой-то она все время это может быть этот эдик реально на нее бабло кидает кидает она из себя строит здесь все время она очень хорошо себя подозрение умеет отбивать очень хорошо ей ничего не присылают типа я не я жопа не моя она постоянно говорит о том что у меня жизнь потеряна ты сломала и золь да всю мою жизнь а на самом деле там какой-нибудь тоже этот эдик который вместе с ней а нихера что чуть-чуть чуть-чуть бабочки перекидывают и все чё тоже не может так у вас смотри вот только что макс согласился со мной совсем чтобы только на него не сказали что это он вот и все здесь может быть любой это может быть или может каждый за себя скажет просто да я так скажу я этого сделать точно не мог я понятия не имею что такое учительство я с вами здесь практически всегда был на виду я сидел здесь я играл с вами как я эти могу за меня нет яйца в темноте съел и что я люблю поесть когда я нервничаю я вот сейчас хочу вытащить картошку и сожрать ее потому что я слегка нервничаю ты на меня наезжаешь вообще по беспонтовой а может быть у тебя вчера было в мусорном ведре там что-то и конечно у меня там маленький гномик с буком такой бесполезно бесполезно сейчас друг на друга вот сейчас какие-то доводы приводить я считаю человек должен сам сознаться в этом слушай а ты-то что сам сознаться сам сознаться ты знаешь что такое ощущение что ты просишь просто от себя давайте успокоимся просто ты просишь сам сознаться просто от того чтобы тебя потому что ну ты хочешь поменять подозрение почему так делаешь давай не кричать тебе сказали не оскорблять в зале суда не оскорблять мне ничего здесь не нужно я бы давно отсюда ушла пап надеюсь ты видишь это потому что я почти занимаюсь своим делом да поэтому оставить вообще бредовые свои мысли не надо кричать может быть это все-таки ты я сказала отставить свои бредовые мысли и ерунду не говорите командиша такая подождите подождите а может это бред потому что это я в смысле это бред мы тут все равны ну тут ты аргументируй я изначально стала мазать это не аргумент с первого дня хотела уйти стоп стоп ну да кстати у нее много денег на хрена я вообще браке точно мы даже еще не знаем размер наследства все слишком чтобы деньги эти заработали вот он может ли я когда она только прочитала она сразу же показала на макса сразу же и сказала макс признавайте потому что там написано читерство нечестными путями тиры а макс сказал тиры он сказали валюта сразу прошарил и поэтому она и все согласны что это не катерина я всегда справедливость я я за что это не катерина я не знаю это либо макс либо ты вася либо я еще ли у тебя я в компьютерах только в доту могу играть и в counter-strike и в instagram вконтакте кто-то я вообще не знаю что к нестаграмм не дота не дота это дефенция игра офигенно там герои короче ты берешь герой прокачиваешь вот прокачку кстати прокачиваю до 25 левел а потом вы 5 на 5 воюете добро со злом замесы прямо сейчас бессмысленно друг на друга просто наседать это кричать и ругаться человек должен сам прийти к тому он должен в этом сознаться так ты понимаешь что никто не сознается из нас потому что почему все равно потом его вытащит на чистую воду выведут потому что мы можем потерять наследство да это все и мы ничего никто не получит да если потеряем наследство я думаю человек должен пить и сознаться любого человека можно понять смотрите получается единственное кого здесь нет это ли и то есть возможно она занимается вот этой штукой вот этой штукой да а знала что сегодня возможно кат с нами свяжется если они там она как-то может это делать и поэтому она осталась в комнате я что что-то говорю неправильно логично пойдемте к леи все вместе пойдемте пойдемте к леи реально то наши бабки васич идет посмотрите макс садись присаживайся присаживайся я попросил макса присесть на кровать так кто начнет ли я открыт голову у нас к тебе вопросы есть во первых у нас гвоздь собой гвоздь правосудия вообще сейчас не смешно у нас серьезная ситуация нам не до смеха давайте будем серьезно я уже поняла блин ни хера не до смеха реально у нас кто-то бабки короче тырит из нашей казны общей мы думаем вареники беники ели вареники вареники я да все это здесь из нас нечестен ребят это неприемлемо мы все в одной упряжке мы все в одинаковом положении и так поступать никак нельзя я считаю что человек должен сознаться и изольда как сказала она простит если человек сознается кто готов тебя надо сознаться чтобы мы деньги все наследство не потеряли короче просто сознайся и как бы все будет в порядке я сознаюсь ну все это да и изольда это лея вы же слышали она только что созналась это лея зачем ты так делаешь наши общие бабки ты лишь его реально ну какие наследства наши или чё там делаешь валюты как первые дизайнеры зачем ты этим занимаешься объясни мне ничего чем занимаюсь манатурой себе с нового чего не да да как сказать абстрагируется от реальности господи нет не пуски долбонули из что но она правдив stat как активно измера но типа что с вами шутка на вас и никак ты делаешь как он точно на чтоах в заднюю думаю хотят с ней а какую за динамины уходя сама осозналась в том что ты это не сможешь что выдержанными уходим куэздаем доехать и признал скажи зачем это сделать хочу эти деньги на пять раз уже дурака зачем ты делаешь тыришь деньги потому что вы дураки какие-то по крайней мере это так выглядит умная самая только сейчас ты созналась подожди она созреет и скажет хоть один аргумент зачем она это сделала в общем я решила что это она все ладно ну все изольда кац вот ли тырит деньги наши она на камеру это она делает и зарабатывает какие-то тиры это точно не я потому что мне очень нужно наследство поэтому уважаемая кац простите ее и и я хочу получить наследство алё вы меня слышите так давай не прикидывайся дурочку себя не строй если ты говоришь что это ты то сначала сознаешься потом сейчас себе так ведешь еще и мы дураки не да причем сейчас носки серьезный вопрос ли я простите вот ты можешь вот так сделать потому что ничего не происходит хватит играться уже какие носки если ты делаешь что-то говорили что такое это дело за понятия не имею о чем идет речь мне холодными ноги что она нормально надо колупались вообще это вот виющее поведение мы готовы простить если нарушитель ты созналась то есть им вообще по барабану кто в чем сознается или что и что такое вообще тиры макс что такое тиры ну и это расскажи какая валюта ну это какая-то игрушечная валюта ну так и срать на нее ну она ну ты ей скажи чё ты нам то говоришь мы тебя сейчас закрутим бросим под лестницу макс тебя закрутим тормозы чё вы тормозите то все понять не могу сознайтесь уже кто это сделал то ты делала блин что украла игрушечную валюту или что вы чё себе долбанулись что ли ты если бы сука жопу свою спустила а не тут выпендрилась ты бы увидела что там написано мы лишимся наследства если кто-то не признается бегемот я не собираюсь ни в чем сознаваться у меня мерзнут ноги и я не прикидываюсь вот да пошла ты нахер ты короче охеревшая ты реально охеревшая тебе срать на все я смотрю дебилы господи да она просто охеревшая вот реально она там сидит сидит греет свою жопу и даже не видит что здесь происходит это нормально но это нормально я лично вот не мне пофиг обосрёмся из-за того что она сидит и мы не получим наследство значит обосрёмся значит никому нахер не надо не вопрос вообще ну значит ты зря потеряла свою жизнь как ты говоришь Катя потеряла свою жизнь а что ты мне предлагаешь то я не понимаю что мне надо сделать я пошла и выяснила кто это мы же сказали что это Лия все она осозналась вот что такое лицемерие вот что такое лицемерие вот я про это вчера говорил слушай а чё мы паримся если она осозналась всё значит по сути Катя 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 вот ты вчера слышала про лицемерие вот про что я говорил вот про что я говорил мы нифига не честно кто-то из вас не честит ни хрена да Юр в чём ты вчера был ты прав да это вот ну как ну это и я тоже такой а что он говорил про лицемерие отчасти там много чего было сказано ну что мы не честно вот чё-то делаем как то вот фигня какая всё всё тогда чё паримся всё мы решили это это Корея которая сидит и там чё-то реально мутит но она не собирается даже говорить о том что это не она ей вообще как я понимаю наследство не надо ну вот мне очень нужно наследство подожди она осозналась она сказала да она сказала всё какие проблемы всё проблем нет Кат это Лия она осозналась Макс сядь куда-нибудь на место сядь куда-нибудь вон туда дальше продолжаем давайте в картишки играем всё всё в порядке да давайте в карты нет подождите подождите среди нас не честен человек подождите Кат мигает это сообщение соответственно значит мы стоп а вообще чё мы паримся кто-то из вас не честен они знают кто это правильно да в любом случае даже если мы ошибёмся нас всё равно выведут на чистую воду а если мы ошибёмся и Это не тот человек то мы потеряем наследство да если чё реально if we will не ошибёмся That again тебе election А человек который извини пожалуйста человек который перегоняет все эти бабки понимает что что там ангит но эти бабки могут быть меньше чем всё это наследство он понимает это или нет или она получается если экран замигал соответственно это не Лия почему правильно потому что cit дает понять чего Типа, почитайте еще раз этот текст, она как бы дает нам подсказку Кто-то из вас нечестен перед другими и зарабатывает для себя читерством дополнительные тиры, которые используют наличные нужды Что мы тогда паримся? Тогда пускай каждый из нас, допустим, сознается, и экранчик будет мигать, и мы тем самым потом, если он в какой-то момент не замигает, экранчик, мы поймем, кто этот человек Подожди, а почему ты ищешь легкие пути? А почему ты ищешь легкие пути? Это ты сейчас сказала про экран, ты охерела что ли? Ты только что сказала Да, потому что он вымигал тогда, когда я сказала о том, что Лея созналась, а ты все время, как ты говоришь, сдаешь заднюю, да? Я наоборот тебя сейчас подержал, Гурында Нет Я тебе говорю, давай сейчас скажем, сознается, и... Подожди, ты логику вообще не видишь А у меня нет логики Я знаю, я знаю, я пытаюсь вложить твою логику Нет, а теперь мне кажется, что ты пытаешься прикрыть себя Я тебе только что сказал, смотри, давайте спокойно, спокойно Сейчас мы решили, что это Лия, экран замигал, это не Лия Сейчас мы скажем, что это Макс, экран замигает, это будет не Макс Значит, уже осталось 4 человека Потом мы скажем, что это Катя, экран замигает, это не Катя Потом мы скажем, что это Ерец, экран замигает, это не Ерец Потом скажем, что это я, экран замигает Ну вот, я по ее логике иду, сука, блядь, ну что непонятно Я только в одном случае так тебе КАСС подсказала, понимаешь? Больше она подсказывать не будет. А это почему ты так решила? Потому что написано, сознаться надо самому. Сознаться надо самому. А почему тогда сейчас замигала? Да потому что она сама осозналась, мы ее не просили об этом. А сейчас ты просишь у нас договориться, чтобы мы сознались. Она сама осозналась, поэтому экран замигал, понимаешь? Она не сама осозналась, она только что мы пришли, попросили ее сознаться, и она осозналась. Это мы ее попросили, а потом она дала заднюю. Как и ты даешь заднюю. И он дает заднюю, и вот этот вот. Что, нет? Ладно, давайте поймем одну штуку. Вот там написано, что человек должен сознаться. Даже если мы выберем неправильного человека, мы просрем все. Ну вот, подожди, подожди. Кто-нибудь, вот кто здесь есть, она или он, понимает, что денег, возможно, в нашем наследстве больше? Просто сознайтесь и все. Нахрен, ну все косячат, мы все косячим иногда. Мы все виноваты иногда. Мы не идеальные люди. Мы рождены, чтобы ошибаться и делать что-то. И двигаться, и развиваться. Вот что. Если бы это был я, я бы сознался бы уже. Я бы понял, что я, блин, делаю какую-то фигню и просто бы извинился перед всеми. Вот и все. Потому что мы можем просрать целое наследство. Мы все косячим. Все. Люди ошибаются, это нормально. Просто мне непонятно, почему все решили, если экранчик замигал, то все как бы согласились с ней, что типа это не лес. Какой хера-то? Я, я. Почему она то, что говорит, что здесь все соглашаются, экранчик замигал, это значит не Лия. А что ты психуешь? Я не психую. Я не понимаю. Потом, когда я говорю, давайте пойдем по ее логике, говорю, каждый признается, экранчик будет мигать, она то, что говорит, а нет, это было один раз. В одном случае. Я смотрю, ты все под себя можешь. Это бесит, я не понимаю вообще. Мы про тебя ничего не знаем. Вчера мы узнали о том, что у тебя существует татуировка. Да хрена про меня чего знаете. Почему ты какого-то тигра. А вот про тебя мы ни хрена не знаем. А мы не знаем, за какое преступление накалывают тигра на руки. Мы видим, что когда тебе надо носочки, то ты можешь переступить себя и попросить носочки, миленько, когда ты обосралась после вчерашнего. Васич, давайте выдохнем и не будем орать. Давайте холодным разумом рассуждать. Без эмоций вот таких вот. Я говорю, что я этого не делал, потому что я в принципе не понимаю сути, как это сделать. И я впервые сегодня узнал, что такое тир и что это валюта. Хорошо. Я не знаю, что такое читерство, я не знаю, что такое инстаграм, я не знаю, как можно вообще это. Понимаете? А можно мне сейчас задать вопрос, да? Ты мне уже три раза задавала этот вопрос. Сейчас каждый из нас скажет, что он здесь ни при чём. Это ты сделал, ты можешь сказать? Это не я сделал, я по правде говорю. По честному, Макс, ты понимаешь, ты сейчас подставляешь нас всех, каждого. Да я бы это сказал, если бы я, если это не я. Точно, Макс? Ну сама поступи. Тебе можно верить? Конечно, можно. Если бы я захотел, я бы там это сделал. Понимаешь? То есть я бы уже здесь бы не был. Здесь человек должен сознаться. Ты это не делал, Макс. Просто один в этом разбираешься. Ты знаешь, такой тир и там. Ну это понятно. Но мне это... Это Кислава в первый раз слышу, понимаешь? Я понимаю тебя. Мне ты зачем делать ещё? Это не ты. Нет. Нет, мы и дружки в руках. Да, я вообще не... Хорошо. Объясни мне, почему ты постоянно его защищаешь? Да потому что... Почему ты меня вот, допустим, сейчас пошёл базар обонул? Потому что он безобидный, беззащитный. Он ходит себе, что-то играет, заряжается, с нами в карты играет. Ну зачем мне? Да он высокий, крепкий чувак. Но ему это не надо. Точно. А я тебе ещё раз... У него и цели-то нету. Он хочет рубиться. Играет такого с первого дня, чтобы потом бабки тырить. Да почему? Нафига ему вообще играть? Он тут прокаял, он сам пришёл. Васич. Если бы ему надо было бы, он бы сделал это из дома. Да. Как я это сделал? Скажи мне. Ну как? Я просто хочу понять. Нет, это не я. Каль. Глядя в глаза, ты прямо честно говоришь, что это не ты. Что это не я. Да мы пришли в тупик, потому что каждый, если человек здесь присутствует, скажет, что это не он. И что? Я не понимаю, почему не сознаться человеку, если тут... Если это он делает, почему не сознаться? Всё равно правда выйдет наружу, в любом случае. Нет, и это тоже. Но самое главное, что мы теряем наследство, которым явно больше денег. Ну в разы больше по-любому, чем вот какие-то там нечестные. Это какое-то предупреждение. Какое-то маленькое предупреждение. Знается, или наследство не получит никто. Нас просто наказывают. А то, что нас привели сюда всех под камерами, всё это мутится. Люди какие-то смотрят. Это явно борьба за какие-то большие деньги. А там какие-то мелкие-маленькие деньги. И сейчас из-за этого человека мы сейчас потеряем просто всё. Мы просто потеряем бабки. Этот человек сейчас подставляет, считай, всех нас. Нет, по-хорошему просто... Один подставляет пятерых. По-хорошему, мы все ошибаемся. Если мы тут не на пять дней, а на больше, в любом случае кто-то будет ошибаться. Вот вчера я орал. Лицемерие, лицемерие туда-сюда. Вот про чё я говорил. А я Катю обидел. Возможно, Катя честный человек, а кто-то нечестный. Или я могу быть в момент нечестным. Но это всё неосознанно. Просто надо понять. Давайте по-доброму просто. Давайте без обвинений. Вот не тыкай. Без обвинений, да. Я хочу сказать. Сейчас сознается, мы поймём этого человека. Тем более мы родственники. Да, мы в любом случае этого человека поймём. И не будем осуждать, ругать его сейчас. Кто сейчас сознается? Ты понимаешь, что он не сознается? Ну как не сознается? Да никто не сознается. Пока ему только вот так его не присмотрят, никто его не сознает. Человеческий вообще. Потому что мы знаем друг друга 5 дней, и каждый из нас хочет забрать деньги. Но мы пытались прижимать друг друга, не получилось. Давайте пойдём другим путём. Ну а смысл не сознаться? Я хочу сказать, всё равно правда выйдет наружу. Смысл сейчас не созноваться. Хорошо, но никто... Вот смотри, вот смотри на его реакцию. Он созноваться не будет. Он с каждого, он с первого дня... Потому что это не он. Он с первого дня переобувается. Сначала он говорил одно, потом, когда он узнал, что он хотел быть за себя... А тем не менее, ты всегда с ним, то за него, то не за него. Сама тоже переобуваешься. Вы два переобувальщика, понимаете? Да потому что... Может это вообще вы вдвоём мутитесь? А как мы можем быть вдвоём? Не знаю как. Смотри, как она умело дурочку включает. А сейчас она говорит «а». А потом «А как мы можем быть вдвоём?» Ты сама переобуваешься, кстати. Смотри, как ты умело включаешь дурочку. Ну это неплохо, ну то есть... Ты же сказали рассуждать, я рассуждаю. Нет, ты не рассуждаешь. Ты сейчас на меня, на меня, прям пыталась указать. А когда только что юрец пришёл на тебя, ты вот так вот включила дурочку. А как мы можем быть вдвоём? Что значит виноватого? Если нам нужен человек, который бы признался. Тише, посмотри мне в глаза и скажи, что это не ты. Я стесняюсь глазам, глаза людям смотреть. Нет, глаза мне скажи, что это не ты. Тем более, такие красивые глаза, Катерина. Не сговаривай мне глазки. Глаза мои хотят упасть вниз, но я держусь, понимаешь? Понятно, не заговаривай мне глазки, говори, как есть. Скажи, что это не ты, честно. Это не я, Катерина. Всё. Это не я. Ну что тогда? Это не я. Вы, надеюсь, понимаете, что это уж точно не я. А с чего ты взял, что ей бабки не нужны? Потому что у неё до хрена нет. И что? Откуда? Подожди, подожди, подожди. У неё бизнес может прогореть. Подождите, подождите. Так, это не факт, что она вообще владеет каким-то бизнесом? Ну да. На самом-то деле. Кстати, да. Это не факт. Вполне возможно. Мы не знаем, у нас нет, мы о друг друге ничего не знаем. Но тогда она, тогда она, единственный, кто сюда пришёл сам, это он. И он тоже так это сказал, а может быть, он и не пришёл сам. А может, она специально так сказала, чтобы она знала, что что тут будет происходить, и чтобы... Какой бред вы несёте, прекратите, ребят. Что значит бред, мы размышляем. А как мы можем знать, что у тебя бизнес, у тебя просто костюм, на тебе нет ничего делового. А как мы можем знать, что ты деловой человек, может, ты обычная дама? Ты просто кричишь всё время. Да. Какого делового? Просто ты командуешь. Ну как мы должны знать? Ни разу. Ни разу, смотри, 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 ни разу твой Сан Саныч с тобой не связался, или кто он там, ни разу, ни разу не написал тебе, Катюша, твой бизнес стоит, ни разу. Если у тебя такой огромный бизнес, то почему, почему твои подчинённые с тобой не свяжутся? Потому что они не знают просто, куда она пропала, это тоже может быть так. Нет, а я думаю, что Кат им сказала, где она находится. Ну как бы, чтобы, если у неё есть какой-то бизнес. Очень хорошая логика, ещё какие варианты? А почему ты сразу, как только это объявление появилось, ты не стала вот так вот рассуждать, ну как ты сейчас делаешь? А сразу сказала Макс. Сразу же. Потому что он сказал, это Тир, это валюта. Нет, он сказал после того, как ты сразу сказала им. Ой, это Макс? Да, ты даже не думая. Нет. Ты вот тут сказал, да, да, да. Он когда сюда сел, ты потом уже начала говорить. Ты же могла порассуждать вот так же, так же подойти к каждому, как сейчас это делаешь. Я сказала это после Тира. А ты сначала себя, себя подозрения убрала, себя сразу перекинув. А потом уже ты знала, что... Ну что вы реально так думаете? Стоп, ты знала, что она перекинется на меня, вот честно. Нет, ты даже и то понятно, кто из себя что представляет. Мне кажется... Нет, ты баба китрая, ты очень умная. За пять дней так все понятно. Нет, Васич. Да, Катюш, ты очень умная. Ты знала, что вот эта вот дурындочка кинется на меня. Давайте не давить друг на друга, давайте просто рассуждать. Ты знала, что юрец будет всех защищать, ты тоже это знала. Не кричи, Васич, не кричи. Ты прям у меня уже перебонки будет. Что юрец нам будет всех защищать. Прекрасно знала. За пять дней ты уже могла примерно одуплять, кто, как реагировать. За пять дней я понимаю, кто здесь мошенник. я здесь прекрасно понимаю это она говорит, что ты мошенник кто здесь мошенник, кто здесь дурочку строит кто здесь сумасшедший я здесь за 5 дней немножко разобралась я тоже, ты знаешь, хорошо присмотрелся к людям и знаешь, ты самая темная лошадка а что это значит? это нож и кровь что означает don't? что? don't worry чему это, ребят? где don't? не видишь, где don't? а, don't, это значит не что это значит? не в то русло мы зашли, ребят не о том мы говорим а о чем нам говорить, Катерин? мне кажется, это намек тому, кто кто прогоняет или как это называется, бабки, короче вот эти чтобы сознался человек я не поняла это не шутки уже, это не игры нужно реально сознаться вот так намекать может только те, кто вот подставлял ствол Вась Васичу, потому что нож, кровь, это что вообще за такое? такого еще не было ни разу вот это вот агрессивная какой-то, агрессивная манипуляция какая-то то есть ты хочешь сказать, мне кажется это твои вот эти вот дружки Изольда, Изольда типа здесь кто это может делать? это может делать только Изольда она с тобой всегда а вот это вот что такое получается-то? дружки, которые дали тебе записку отправили тебя сюда зная целенаправленно куда ты должен попасть так и получается так, что здесь есть какая-то Изольда Кац которая делает все это значит твои друзья с Изольдой Кац связаны и значит они могут прекрасно следить за тобой и намекать или управлять тобой и прекрасно могут следить за тобой кто ворует, а кто не ворует эти деньги и только они так агрессивно могли намекнуть коль они в тебя стволом влили ну так это мои друзья, которые намекают вам что если кто-то из вас не признается ты можешь случиться с кем-то из вас тихо, все беда мы тебя прижали к стенке ты что-то не договариваешь по каким причинам? вот он только что все сам все сам раскидал за меня он тебе только что раскидал что мои дружки связаны с Изольдой Изольда попросила моих дружков намекнуть что если кто-то из вас не признается потому что если мне это то есть если это мои друзья то зачем мне это делать и им палиться самим, объясни мне а ты не палился, поэтому мы об этом говорим так я о чем и говорю что эти деньги уходят от моих друзей и Изольды и плюс эти друзья к тебе не расположены ну как бы дружелюбно так ты только что их назвал моими друзьями нет, дружки это условно говоря, я не говорю друзья друзья разве стволом тыкают в друга? ты понимаешь, что ты не получишь наследство если ты это делаешь признайся Вася, мы можем прослать бабки все стоп, стоп если они связаны с Изольдой ну как ты говоришь ну Изольда то об этом знает хорошо, подожди тогда зачем мне мне, зная что Изольда об этом знает мне же и воровать и чтобы я же и признался зачем это делать ну это вопрос логика какая хорошо моя логика такова, что она пришла к тебе но ты сейчас пытаешься мою логику разнести и найти конечно я ее пытаешься разнести потому что это бред это может быть любая фотография а ты ее связал с ножом и мной, понимаешь? нет и это же тут только что сразу цепанулась эта фотография появилась тогда когда мы стали гнать на Катю соответственно это не она с какого хера? с какого хера? с того, что просто он сказал что ой смотрите, здесь нож а нож связан только с кем ну послушай меня он говорит это нож а нож может быть связан только когда ствол к лицу значит он паралельно параллель эту переводит ко мне причем здесь ствол к лицу и нож а что ты так разнервничался? давай так давай так ты нам говоришь за что ты сидел И тогда мы снимаем от тебя все обвинения. Я тебе сказал, я сидел за убийства таких, как ты. Ну вот, все сходится, нож, кровь. Про тебя, значит, намек, Вась-Вась. Значит, про тебя намек, да? Ну, то есть ты сам говоришь, что это мои друзья, которые связаны с Изольдой. Да? Да. Значит, они должны знать, кто это делает. Значит, они, зачем меня же и выдают, если они знают это? Зачем меня же и выдавают? А зачем вообще твои друзья, смотри, а зачем твои друзья в тебя тыкают стволом и куда ты тебя отправляешь? Да, якобы, друзья, значит, ты когда-то косячил, и за что-то они тебя гнобят, и за что-то они тебя отправили сюда со стволом. Да, ты, как ты рассказал, тебе Милану встретил. Допустим. Значит, за твоей спиной есть, как говорится, косяки. И эти косяки ты опять, видимо, проявляешь как-то. И поэтому они тебе говорят, Вась-Васич, Вась-Васич, мы тебя зачем? А зачем ты сюда пришел, это вообще вопрос. Значит, ты знаешь, в принципе, больше всех нас здесь, присутствующих. Потому что не Макс пришел сюда сам, а ты пришел сюда сам. Хорошо, хорошо, чисто теоретически. Допустим, допустим, что вы правы. Чисто теоретически, я просто сейчас не хочу уже спорить. Как я сделал то, что здесь написано? Как я мог это сделать? Ну, как? А вот это уже вопрос. Вот это мы бы у тебя спросили бы, если бы ты признал. Нет, я сам не знаю, потому что я этого не делал. Я хочу спросить чисто вас. Как бы я, вот Макс, скажи, как бы я мог это сделать? Какие варианты есть сделать вот так? Садись сюда. Как он мог это сделать, расскажи? Несколько просто простых вариантов. Через что? Я бы попросить, какого... А я знаю. Если чительство, да, то есть это обманный ход в систему компьютера, да, ноутбука. Через телек возможно это сделать? И вводишь код, а? Через телек возможно это сделать? Через телек. Да, а знаете, как он это сделал? Не, ну это возможно, да, это если любая, там, допустим, какая-то техника, да, есть. Там можно подключить, допустим, Wi-Fi, там, да, там... Техника может быть даже маленькая, да, какая-нибудь? Ну да, можно. Хорошо, а смотрите, он единственный знал о том, что нельзя трогать камеры, да, он всегда как бы был подкован. Сегодня ночью он не ночевал в комнате, он признался в том, что он спал здесь, потому что он замерз и укрылся одеялом. А почему ты не спишь с мальчиками в комнате? Вот в чем вопрос. Может быть по ночам ты... Может быть по ночам ты связываешься со своими дружками и занимаешься чительством? Здесь есть камеры, которые все снимают. Если бы я этим, понимаешь, я за это не переживаю, потому что здесь есть камеры. Так если бы связан с этим. Послушай меня, послушай меня, здесь есть камеры. И если бы я этим занимался, я бы точно знал, хотя бы, я бы либо сделал это, все камеры бы закрыл, а я этого не делал. И без звука, без звука, даже теоретически то, что он говорит, что это может сделать телевизор, достал бы откуда-нибудь, сука, телефон, подключил бы его к эфемерному, сука, телевизору, и начал делать вот эту херню хакерскую, которую я нахер вообще не знаю, как делать. Но я этого не делал. Камеры, камеры меня снимали, как я здесь спал. И можно спросить у Изольды, делал я это или нет. Так что факт тебе. Так вот так, Катя, и узнала о том, что ты занимаешься этим, потому что ты делал это поначалу. Стоп, стоп. Так она что, не переживай, тогда она может сказать спокойно, что это сделала... А она хочет, чтобы ты признался. Стоп, Васич, надо признаться. А теперь подумайте, а теперь подумайте, есть ли там охеренно богатое наследие... Женская рука. Ну-ка давай логику свою снова. Давай, прояви-ка. А? Ну, очевидно, это женская рука. До этого был нож с кровью, а сейчас женская рука с каплями крови. Да, и с красными ногтями, вот. Это либо женская рука, пролившая чью-то кровь, либо на женских руках кровь такая. А может, это мужские руки с ногтями? Да, ну. Не? А, ты все-таки протягиваешь мою параллель. Это мужские руки с ногтями, да? Я, понимаешь, моя позиция такова, найти правду. Я никого не обвиняю. Я просто, если вижу что-то... Я просто, если вижу что-то... Я терпляю, женская рука. Это подсказка? Я не знаю, вы же на нож отреагировали, что это я, правильно, и стали ко мне все цепляться. Теперь здесь женская рука. Теперь мы ищем женский след. Либо ты, либо ты, либо Лия. Ну, по логике так получается? Ну, так получается. Все. Че ты смотришь на меня? Ну, это больше похоже на... Я не удивлюсь. О, смотрите. Там еще что-нибудь стоять. Смотри. Да, я сама вам сказала. Красные ногти, красные пацаны. Ничего себе. Ничего, это значит, ну, купалки где-то нет. Я вас у всех обманываю. Я вообще здесь не случайно не так же, как и вы. Ну, Ранат, ты сейчас делаешь то же самое, что и я сейчас делал, понимаешь? Вот так же пытаешься оправдаться. Только у тебя херово получается в отличие от меня. Понимаешь? Я не хочу, потому что оправдаться, Васич. Заметь, у нас с тобой есть разница. Я тебе в любом хотел. Ты хотел оправдаться, а я не хочу оправдаться. Ну, потому что это ты сделала. Просто признайся и все. И кто нас смотрит, и золь да кац, и все люди знают, что это не я. И кто меня знает, все люди всегда знают, что я честный и порядочный человек. И никогда я не посмела этого делать. Там родинка есть. Есть родинка? Есть. Да, у нее тоже родинка здесь есть прям. Прикинь, смотри, у нее прям тут родинка. И прям родинка совпала, ну на ты же. Ну рука-то не моя. И рука у тебя тоже, да, это какая? А почему тогда капля крови? Это твоя рука, да. А капля крови, как к чему это? Я не знаю. Ты что, это ты что ли делаешь? Это не я, услышите меня. Самая влиятельная девушка, если ты строительница, и мужчин, ты здесь. И только ты можешь такие штуки проворачивать, если у тебя есть возможности бабки на это. Ребята, услышите меня, услышите меня, пожалуйста. Да мы тебя слышим. Это не я. А как так получается? Не знаю, я не могу найти логику, но это реально не я. Я бы никогда даже не додумалась, и мне это вообще не нужно, ребят. Ну смотри, у меня хоть какие-то доводы были, про то, что камеры, а ты сейчас просто говоришь тупо, это не я. Я просто не знаю, логики. Если учитывать, прости, если учитывать то, что ты бизнес-леди, да, я вам не собрала ни слова, да, я вам скажу, можешь не если учитывать, а брать эти слова, я ни одного слова еще здесь не собрала. И я хочу быть честна перед вами. Даже что тебе 18 лет? Какие-никакие, да, девушкам всем 18 всегда. Какие-никакие, мы всегда все родственники, чтобы вы это прекрасно понимали. Смотри, Кать, смотри. И я не хочу сейчас, ребят, услышьте меня. Да мы тебя слышим, ты бизнес-леди, это раз. Во-вторых, смотри, смотри, ты занимаешься бизнесом, все бизнесмены, даже у нас в Сочи, которых я знаю, они жутко жадные, им всегда денег мало. Они всегда хотят заработать еще и откусить отовсюду свои куски. Если ты прекрасно знала про все это движение, значит ты могла заранее подговорить кого-нибудь, своих каких-то хакеров или каких-то, что там много очень денег, и что там будут наследнички, которые мне мешают. Ты это могла прекрасно знать, и ты пришла сюда, все правильно делаешь, в принципе, по договору идешь, все ровненько, правильно, но где-то с другой стороны пылесосовое подключило и отсасываешь наши деньги. А юрист на самом деле прав. А может у тебя с бизнесом уже что-то, какие-то кранты? Может он начинает крушиться? И ты отсюда бабки специально выбиваешь или поставишь, чтобы свой бизнес ложить. С бизнесом я шел бы нормально, потому что он застрахован. Ты мне несколько раз говорила, что твой бизнес может рухнуть, и ты здесь стояла и отвечала, у меня будет крах, крах. А про страховочку ты сейчас говоришь только. Ты помнишь? Про страховочку только сейчас говоришь. А про страховочку ты только сейчас говоришь. Только сейчас. Ребят, как бы там ни было, я не такой низкий человек, как вы думаете, или как кто-то здесь сейчас находится. Я уважаю то, что это наследство нашей бабушки. Я не знаю, каким путем мы к вам доводимся друг к другу, но это наша бабушка. Ты говорила о том, что ты вообще не знаешь. Конечно. Я ее не знаю, но тем не менее, если я здесь, значит, я не случайно здесь. Значит, это и есть моя бабушка тоже, так же, как и Вась-Вась. И ты не знаешь, один Вась-Вась ее знает. То есть здесь мы каждый не случайно, ребят, если все это замутили так серьезно, здесь каждый из нас не случайно. И я хочу вам дать понять, что мы, какие бы ни были мы родственники, и если сейчас мы не прекратим вести этот балаган, этот бред, который вы несете, нам не достанется ничего, что принадлежит нам по всему закону от нашей бабушки. Сейчас из-за кого-то, не из-за меня, из-за кого-то мы сейчас упустим все, что нам принадлежит по праву, по закону. Так мы можем, это все, нам все останется, все останется, если только ты признаешься. Мне не в чем призваться, услышь меня. Это не я. И мне это не нужно. Есть просто... Я призываю этого человека, кто это сделал, сейчас признаться. С другой стороны, смотрите, смотри, с другой стороны, смотри, смотри, с другой стороны, если у нее прогорает бизнес, допустим, или ей хочется побольше денег, допустим, она же прекрасно понимает, что если мы сейчас не признаемся, мы просадим вообще все наши... Но если по договору окажется, что она ближняя родственница всему этому, мы просто быстренько отсеемся все, и она получит... А, хотя по договору мы не можем получить. Не можем. Мы должны все вместе. Ребят, кто это делает, он просто недалекий человек. Правда выйдет все равно наружу. Понимаете? Правда всегда выходит наружу. Все, поняли мы. Наследство мы можем получить и через год, и через два, мы не знаем. А бизнес ее рушится сейчас. И чтобы ее бизнес не разрушился, именно сейчас ей нужно выудить эти бабки. Да сейчас наша солька КАЦ выгонит всех отсюда, и ничего мы не получим. Именно сейчас. Если кто-то сейчас не признается, то сейчас уже никто ничего не получит. Катя, так тебе изначально не нужно было наследство? Конечно. Вот и я продолжу. Поэтому, возможно, это ты специально и делаешь для того, чтобы тебя выпустили. Ты сказала, не нужно наследство, чтобы отмести от себя подозрение. Я здесь осталась, я хотела уходить, я здесь осталась, вы меня здесь уговаривали. Ты бы не ушла. Сидели передо мной вдвоем. Вы меня уговаривали. И я осталась из-за того, что если уйду я, то вы ничего не получите, ребята. Потому что ты знала, возможно, условия сразу договора, и ты сразу это продумала, чтобы мы тебя уговаривали, чтобы все так получилось, чтобы от тебя подозрения не ушли. У нас еще один, хорошо. Че там, Васич? А что, в чем проблема-то вообще? Лия, 300 тир. Подожди, чего? Я не поняла. А что? Выписка по счетам. Ксю. 76800 тир. Васич, отсутствует счет, Макс. Я же говорю не знаю. Отсутствует. Лия, 300. Юра, у нас с тобой по нулям. Вот, честные люди. Милана, 0. Так. А у них вообще, Васич с Максом отсутствует почему-то счет. Так, Ксю. Подожди. А что? 70800 тир. Ты сейчас здесь прикинулась. Подожди, не надо. Садись сюда. Садись. Садись. Да не надо меня. Садись. 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 Сядь сюда. Нет, ну ты съедешься. Стой, держи ее. Нет. Она не пролезет там. Садись. Садись. Связывайся. Что это такое? Что ты говоришь? Что ты могла? Продажная школа. Тихо, тихо. Ладно, давайте разберемся, что. Да, это нельзя. Какого хрена и откуда у тебя ты, вот такая странненькая девочка? Откуда у тебя 76 тысяч? Так в том ты и делаешь, что я ку-ку, понимаете? Это много вообще или мало? Подождите, это много или мало? Да какая разница? Она ку-ку. Я ку-ку. Ты посмотри, она нас всех здесь практически развела. Смотри, как она красиво на меня вас всех перекинула. На меня как вы все перекинулись. Она заставила меня на тебя перекинуться. Юрец пытался всех защищать, но потом уже понимает, что где-то кто-то обманывает и кто-то накалывает. Я его понимаю. Но она, она всех развела. Как ты посмела? Да ничего я не делала. Вы же видите, что я как бы в своем уме вообще. И снова умело включает дуру. Да, не надо здесь дуру. Включает дуру. Стоп, ладно, подождите, стоп. О, Юрец снова. Давайте, давайте выдохнем. Нет, я за правду. Давай за правду. Подожди, не вытаскивай, пожалуйста. Продажная ты шкура. Ой, все, я не буду. Да не буду я не стоп. Садись, 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 садись. Нельзя уходить. Почему нельзя? Я хочу в свою комнату. Куда ты не пойдешь? Сядь, я сказал. Сядь сюда. Давайте разберемся. Подождите. Что мы это? Меня подставили. Тебя подставили. Конечно. 76800 тир у тебя на счету. И, кстати, мы не знаем тир, сколько это в рублях. Это много, видимо. 76000. Что это за валюту, Макс? Ты что молчишь? Ну, я пока не знаю. Как ты это сделаешь? Зачем, родственница? Я же вам объясняю, что это не я. Подожди, не с того, не с того идем. Вот как бы... Ты сейчас видишь, да, список на наши плазмы? Ну, и что? Вот. У тебя, у самой, не возникает никаких вопросов по поводу, откуда нахрен у тебя столько бабло? Да, потому что кто-то переслал на мой счет специально, чтобы меня подставить. Вот и все. За этим стоят какие-то очень большие люди, вот такие, как у тебя. Теперь вопрос в другом. Зачем им тебя подставлять? Как зачем? Чтобы отвезти от кого-то подозрение. Вот и все. Все очевидно, ребят. То есть кто-то хочет, чтобы мы, чтобы мы здесь все пересрались, переругались, потеряли деньги, и вот эти несчастные 76800 кому-то доставить, и мы разошлись по углам. То есть вот так ты считаешь? Кто-то подставил? Я считаю, конечно, потому что откуда у меня могут быть 76000, если я ку-ку-ку? Не надо себя дурочкой. А с другой стороны, смотрите, Вась Васич и Макс, у них счета... Отсутствуют. У всех отсутствуют. Это в смысле как? Я понятия не имею. Вот, обратитесь к нему. Вы же там... Я понятия не имею, как отсутствуют. Это один вопрос. А другой вопрос, ты говоришь на меня пальцем пока что, какие-то влиятельные люди. Юрец только что говорил, если бы влиятельные люди хотели подставить меня, они бы подставили меня. А здесь получается, меня никто не подставляет, потому что только что мы выяснили, что оказывается, якобы мои друзья связаны с изольной. Ну, по вашей логии, как мы говорили, да? Ну да. То есть, зачем тогда им делать вот это? Зачем сначала меня якобы подставлять, а теперь от меня подозрения убирать? А теперь смотри. А если, допустим, твои дружки, вот эти вот, не связаны с изольной Кац, но они каким-то образом узнали, что ты наследник и родственник этот, и они решили с тебя вообще все забрать, потому что ты накосячил в чем-то. Они же меня сюда послали. Вот, они прекрасно знают, что у тебя есть бабки, что ты наследник и так далее, они тебя прижимают и отправляют сюда. И тем самым ты, как свой человек, а ты от них, против изольной Кац, они имеют власть и могут воровать деньги оттуда, и все. Из нашего общего наследства. Давай, 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 базар только прикроем. Милан, у нас здесь проблемы небольшие. Я говорю, давай базар прикроем. А что базар-то прикроем? Милана такая же, она живет в этом доме, она все слышит. Я думаю, не надо ничего прикрывать. Ну вот. И вот, кстати, Милана, вопрос можно тебе задать? Один. Ты, Вась-Васича, встречала в лесу? Сиди, не уходи никуда. Встречала в лесу, когда он бежал? Он от кого отбежал? Или куда он бежал? Он бежал сюда. То есть ты понимаешь, что он знал, куда бежит. Как ты думаешь, он знал? Ему нужно? Он не знал, куда он бежит. Вопрос. Что тебе в записке показали, когда навели ее на тебя? Что там было написано? Не помню. Когда нужно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok